Иногда спрашивают, а что такого вот необычного в том шоколаде, который вы продаете? И на самом деле ответ порой достаточно такой двойственный, потому что с одной стороны, в принципе-то ничего необычного нет, это именно шоколад такой, какой он должен быть. Мы, кстати, даже включили это в наш слоган. И на самом деле, когда начинаешь разбираться в этом, и некоторые люди об этом спрашивают, оказывается, что в масс-маркете натурального шоколада нет, конфеты идут с заменителями, фигурки это у нас шоколадная глазурь, и для покупателя найти хороший шоколад в нашей стране достаточно сложно. Когда мы открывали первый магазин, конечно, была масса сложностей. Я помню, что я вложил все свои деньги, у нас там не пошли продажи, потому что мы не знали, как продавать, кому продавать, какой ассортимент должен быть, там вопрос по упаковке был. Но потом как-то быстро так учились на своих ошибках, шаг за шагом исправлялись. Продажи пошли достаточно хорошо, мы открыли три своих магазина, и потом один из партнеров нам предложил развитие по франчайзингу, и мы запустили программу франшизы по всей стране. Среди наших покупателей часто прорастают франчайзи, потому что люди сначала покупают шоколад у нас в магазине, потом решают открыть такой вот фирменный магазин у себя в городе. Это абсолютно нормально, потому что человек должен любить то, чем он занимается, любить этот продукт. Мне лично очень приятно получать от покупателей положительные отзывы, благодарность. Я думаю, что качество нашей работы оценивают покупатели тем, что возвращаются к нам всегда снова и снова. На самом деле, никакой сложности в продаже такого товара нет, поскольку шоколад действительно вкусный. Когда человек подходит на декустацию, пробует этот продукт, он действительно понимает, что до этого он такого не пробовал. Это действительно вкусно, это полезно. Мне очень нравится быть уверенной в качестве товара, который мы продаем. Приятно смотреть на своих партнеров, которые показывают высокие результаты, особенно на тех, кто раньше вообще не имел опыта в бизнесе. Это приятно не только потому, что мы сами в этом заинтересованы, но и потому, что люди осуществляют свои мечты. Кто-то покупает машины, кто-то путешествует, кто-то вкладывает деньги в развитие нового магазина. Конечно, я должен сказать, что мы достаточно часто отказываем потенциальным партнерам. Это происходит по причине того, что я вижу, что человек несерьезно настроен, у человека есть какие-то иллюзии касаемо бизнеса. Я бы не хотел создавать такую глянцевую обложку. Наоборот, я хочу показать, на самом деле, как есть. Бизнес – это всегда риск, это всегда вложение. Но там, где нет риска и нет вложения, там и нет денег. Если у человека есть желание занять этот рынок в своем городе, если у человека есть желание создавать коллектив, получать удовольствие от любимого дела и получать от этого прибыль, то таких людей я всегда рад видеть в нашей франчайзинговой семье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok